Здравствуйте! Меня зовут Сергеев Алексей. Я хочу представить вам очередную свою работу, которая называется Шабтай Цви. Здесь изображен персонаж из еврейской истории 17 века, который оказал очень существенное влияние на развитие вообще иудаизма и на течение еврейской истории. Например, благодаря возникшему временному его учению, сапатианству так называемому, возникло такое движение религиозное в иудаизме, которое мы сейчас знаем как хасидизм, то есть хасида. Что здесь изображено, собственно? Ну, изображен, понятно, человек, еврей в одежде, евреев Османской империи 17 века, так как он, собственно, жил в 17 веке. Основой его философии, основой его понимания иудаизма было то, что он говорил. Мессия должен пройти как бы нижнюю часть, самую грязную часть бытия, опуститься на самое дно, где обитают только крокодилы и змеи. И, соответственно, поэтому здесь в руке он держит два символа своего учения. Это гадюка Эфа и фигурочка такая небольшая резная крокодила. Что еще можно сказать об этой работе? Делал я ее восемь месяцев, прорабатывал все детали, буквально до каждой мелочи, поэтому на нее ушло столько времени. И, соответственно, долго изучал наряды евреев, живших в то время в Османской империи. И сам персонаж, характер персонажа. Я его изобразил в таком виде, вот в такого сурового такого мужчины, коренастого. Ему придал пропорции, даже несколько гипертрофированные такие. Большая голова, мощное тело, короткое. И, исходя из того, что в его жизнеописании есть такой момент, что он ворвался в синагогу и несколько человек сам, собственно, зарубил топором. Но это может сделать только физически очень крепкий человек. Ну, поэтому я его изобразил таким. Так как при жизненных портретах его не сохранилось, соответственно, здесь у меня появилась возможность, появилась определенная свобода творчества для того, чтобы изобразить его таким, каким я его вижу по словесному описанию. Ну, в принципе, и все. Единственное, что можно еще подчеркнуть, что вот задняя стена, эти узоры как раз соответствуют мозаике Османской империи тех времен. Именно там очень была мозаика развита, потому что, видимо, это наследство Византийской империи. Мастера, которые занимались византийской мозаикой, они, скорее всего, с завоеванием Византии турками никуда не исчезли. И поэтому я решил изобразить именно мозаичную стену, чтобы подчеркнуть принадлежность вот этого персонажа к Османской империи. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok